Всем мира во вселенной, это неземной подкаст. Вот когда мы говорим о том, что писатели предугадали технологии, которыми сейчас мы пользуемся, мы говорим, ну это просто фантастика. Вот сегодня о фантастике и поговорим с Владимиром Георгиевичем Сурдиным. Здравствуйте. Привет. Ну, сначала все же за разговор, который мы ведем, еще поблагодарим студию подкастов «Точки кипения коммуна» университета МИСИС. Прекрасная студия, фантастическая, я бы даже сказал. Очень удобная студия, поговорим о фантастике. Я помню, что вы как-то говорили, что любимым писателем в детстве у вас был Жюль Верн. И, конечно, я тоже помню, что у него были абсолютно неосуществимые вещи, ну вроде пушки, из которой стреляли, чтобы попасть на Луну, но ведь были очень точные попадания. Жюль Верн — это моя первая любовь, она самая сильная до сих пор. Жюль Верн удивительным образом был именно научным фантастом, хотя не обладал научным и даже техническим образованием, да? А я вот что подумал, что вообще говоря, предсказания каких-то технологий мы получаем не только от научно-фантастических, но и от писателей-фантазеров, да? Фэнтези там же тоже, можно что угодно, крылья одел, там на метлу сел, полетел, да? Но они редко сбываются. Это все-таки сказки, ковер самолета и прочее. А вот научная фантастика, как правило, делает правильные прогнозы. Но заметь, она всегда уже на что-то опирается. Какие-то технологии чуть раньше самого фантастического произведения литературного рождаются, и литератор, автор художественного произведения просто как-то продолжает в своей фантазии его развитие. Я вот выписал для себя несколько научных фантастов, Жюль Верн, Алексей Толстой, Герберт Уэллс, и те предсказания, те интересные идеи, которые они... Давай начнем с того, что вот самый мой любимый... Давайте сниму, конечно. Жюль Верновский эпизод, это 200 тысяч лье, 80 тысяч километров под водой, Наутилус, подводная лодка, 1869 год, середина XIX века, да? Жюль Верн описал нам эту электрическую подводную лодку. Что, не было тогда подводных лодок? Были. Были маленькие, скромные, чуть там нырнет, надо выныривать. Но уже идея подводной лодки была, и он ее масштабировал. И, в общем, правильно, да, сегодня именно такие огромные подводные лодки с электрической тягой, они работают. Или у него была идея вертолета, правда, робор-завоеватель там на каком-то корабле летал, непонятно, то ли это был вертолет, то ли это автожир был, то есть с толкающим винтом и со свободно вращающимися несущими винтами. Ну, что-то такое вертолетообразное было. Были идеи о вертолете и до Жюль Верна, правда, но какие-то они были такие на уровне игрушек, да, а он это масштабировал на огромный летающий корабль с большим экипажем. В общем, Жюль Верн ничего не придумал. Даже из пушки на Луну он саму идею выстрела, он же не придумывал, пушки-то были. И в конце XIX века, когда он это делал, писал, тогда пушки стремительно развивались, тогда более грозного оружия не было. Круповские пушки немецкие, они стреляли там на десятки, иногда больше сотни километров, даже на высоту на сотни километров. Так что он просто это масштабировал до Луны, дотянул вот выстрел этой пушки. Кстати говоря, идея о выстреле космического аппарата в космос, она не исчезла. Человекам, конечно, стрелять нельзя, но современные снаряды, которые вылетают из артиллерийских орудий, они выдерживают ускорение 100 тысяч Ж, в 100 тысяч раз больше, чем земное ускорение. И в принципе, ими можно было бы стрелять в космос. Даже уже в начале XX века через космическое пространство, там Берлина почти, да, Парижа долетали снаряды. Так что идея Жюль Верна когда-нибудь про нее вспомнят. Было несколько попыток сделать космические орудия, чтобы спутниками стрелять. Они пока были неудачные, но кто знает, может быть, когда-нибудь сработает. Ну, а еще есть рельсатрон, которым тоже, в общем... А на Луне он вообще может работать, да. Электромагнитная пушка, да. Так что Жюль Верна это дело очень хорошо предсказывал будущее уже известных технических приемов. Но все-таки такое более земное будущее. Вот я помню, что для меня первым фантастом, который описал межпланетный, даже не межпланетный, перелет на Луну, это был Носов, не знай-ка, на Луне. Да. Но вот я, когда зачитывался с Жюль Верном, мне, кстати, мама тогда сказала, что почитай наших российских фантастов, они описывают полеты на другие планеты. И прежде всего, конечно, Алексей Толстой, 1922 год. Да, элита. Вообще, это первый роман, который описывает полеты? Нет, конечно, ну что-то. Герберт Уэллс гораздо раньше написал свою «Войну миров», когда марсиане прилетают на Землю. То есть просто она выстрелила уже потом, в 30-е годы. У нее была большая политическая подкладка, там коммунизм, так сказать, транслировался на капиталистический Марс. В общем, Алексей Толстой как-то так идеологическую вещь написал. Там ракета, там ракета с Земли на Марс летает. Что, он идею ракеты выдвинул? Нет, конечно. Толстой опубликовал свою элиту. В 1923 году опубликовал, в 1922 году ее написал. Я посмотрел, были ли у нее предшественники, которые писали. Константин Эдуардович Циолковский. Гермарт Оберт в Германии. Но это теоретики были, и Оберт, и Циолковский на бумаге. А американский инженер Роберт Годдард, он в 1926 году уже делал летающие ракеты с жидким, горючим. То есть это была эпоха первых ракет. Маленьких, небольших, экспериментальных. Просто Толстой, видимо, прочитал Жюль Верн или Оберт. Он хорошо знал европейские языки. Он это превратил в роман никакой новой технической идеи или даже масштаба этой идеи. Ну да, почему бы, если ракеты могут вообще летать, почему бы им там на Марс не полететь? Еще у Уэллса, они с Марса на Землю летали гораздо раньше. За четверть века до Алексея Толстого Уэллс написал «Войну миров». — Летали и перевозили страшных роботов. Я напомню, если кто-то... — Подожди, а это роботы были? — Ну вот не очень понятно. — Там были внутри марсиане, по-моему, живые. — Внутри были треножники, которые ходили. — Треножники, внутри были вот эти вот пожиратели. Да, но они обладали какой-то, насколько я помню, робототехникой. Но в итоге все это привело в том числе и к панике, потому что радиопостановка Герберта Уэллса вызвала панику, потому что люди действительно принимали это вот за то, что происходит здесь и сейчас. — Население уже ожидало этой мысли, да? Они уже начитались вот эти произведения. — Я как-то вот Уэллса не очень хорошо помню и никогда его особо и не перечитывал. А вот что там еще есть? Что ради чего стоит почитать? — Вот меня не сильно удивила идея перелета на ракете с Марса на Землю. Хотя, надо сказать, тогда, вот когда Уэллс писал это дело, свою историю, а это был конец XIX века, ракет вообще еще, ну, пороховые ракеты там маленькие были, шутихи. Это красиво. Но Уэллс еще одну замечательную вещь. Он тогда же предсказал лучевое или по-нынешнему лазерное оружие, да? Вот интересно, что я специально сегодня полез в интернет и посмотрел, что было в ту эпоху. — 1897 год. Уэллс написал «Войну миров», и тогда у него марсиане уже выжигали всех лучами. Какими лучами? Это, похоже, световые были лучи, потому что видно было их, были видны. Луч, лучевое оружие. А когда вообще идея о электромагнитном импульсе, об электромагнитном луче возникла? Генрих Герц, первые опыты по передаче энергии в виде радиоволн, 1887 год. За 10 лет до Уэллса первые лабораторные опыты, которые подтвердили, что энергию можно в виде электромагнитного излучения передавать. Значит, Уэллс был в курсе самых последних научных работ того времени. Тогда было немного вообще ученых в этой области. Герц впервые сделал эти опыты. Потом там наш Александр Попов делал радиосвязь и так далее, но это было потом. Значит, Уэллс реально следил за наукой своего времени. Вот это было круто. — Ну, это безусловно. Но сейчас, я думаю, многие еще вспомнили, когда мы говорили о световых лучах и про гиперболоид инженера Гарина, и про то, что сейчас мы скорее назвали бы лазером, но тогда просто и понятия и слова такого, по-моему, не было. — И слова не было, но в начале 60-х родилось. Лазер — это аббревиатура английского light amplification by stimulated radiation, то есть это квантовый эффект, который не мог вообще раньше, чем в 30-е годы появиться. Нет, у Толстого гиперболоид тоже хорошая история, да, но она не оригинальная. Все давно уже от древних греков знают, что зеркала могут фокусировать свет. Это если в фокусе гиперболического зеркала свечу поставить, то параллельно... У нас фонарики все так работают, да, лампочка окружена таким отражателем, и луч света формирует. Так что Толстой просто развил это до уровня оружия, не фонарика, а реально сжигающего там какие-то далекие объекты оружия. Тоже идея, конечно, красивая, но не оригинальная. Техника тут уже была понятная. Друзья, в своих комментариях вы нередко спрашиваете меня, люблю ли я научную фантастику. Ну, очевидно, люблю. Я вырос на ней, на настоящей, твердой, научной фантастике. Правда, в последнее время редко читаю ее. Но тут мне в руки попалась удивительная книга. Честно говоря, я не ожидал, что в наше время можно написать такую твердую научную фантастику о космосе. А автор ее меня просто вдохновил. Я этого человека знаю довольно давно и слежу за его жизнью и работой. Это канадский астронавт Крис Хэтфилд. Наверняка и вы его помните. Помните, как он с гитарой в руках в невесомости замечательно пел на Международной космической станции? Он очень опытный астронавт. Он неоднократно летал в космос. Он работал и в НАСА, и в нашем Роскосмосе. Он тренировался с нашими космонавтами, с американскими космонавтами других стран. Такой человек мира. И тут он взялся за новое для себя дело. Он стал писателем. Он попробовал. И его первый опыт мне очень понравился. Он написал в жанре не просто научной фантастики, о такой возможной альтернативной истории. Он представил себе, как бы могла развиваться программа «Аполлон» полетов человека к Луне. Вы помните, последний был «Аполлон-17». Был задуман «Аполлон-18», но он не состоялся. И вот Крис Хэтфилд написал про «Аполлон-18». История называется «Орбита смерти», потому что там замешана еще и детективная составляющая. И очень много ответвлений от космонавтики. Но что важно? Сам космонавт пишет о космонавтике. Я читал эту вещь, не отрываясь. Честное слово. Вот можете мне поверить, редко какое литературное произведение заставило меня оттолкнуть все остальное. И три дня я просто не отрывался от этого текста, который издан, переведен на русский язык. Издан «Эксмо» редакцией «Фанзон». Это ребята, которые делают настоящую фантастику, переводят то, что имеет смысл читать. Но я очень советую вам почитать эту историю. Там предполагаемый полет на Луну был еще обставлен с точки зрения шпионских разных задач. Ну, что греха таить? Космонавтика, она всегда связана с оборонными проектами. И полеты на Луну — это не исключение. И любые другие полеты тоже. Но тут предполагаемый полет Аполлона-18 был еще смешан с задачей встретиться, изучить и, может быть, уничтожить советскую разведывательную станцию «Алмаз». Такие были. Это на самом деле целая большая серия очень мощных советских разведывательных спутников и орбитальных станций с человеком на борту. И там присутствуют не только американские астронавты в этой истории, но и советские. Причем женщина-космонавт. И она ведет себя совершенно потрясающе. В некоторых местах она может заткнуть за пояс любого мужчину-астронавта. И для меня это знак большого уважения к женщинам-астронавтам и космонавтам, которые в последнее время наряду с мужчинами очень активно и очень профессионально работают в космосе. И тут никаких скидок на то, что они женщины, никто уже давно не делает. Но я советую вам почитать эту историю. Там много того, что только человек, находящийся внутри космонавтики, может нам рассказать. Там почти все правда, какой она могла бы быть. Это очень интересно. Читайте. Под этим роликом есть ссылка, по которой вы сможете получить промокод на эту и другие научно-фантастические книжки, которые мы с вами так любим. Если вам, друзья, понравился наш разговор, то его полную версию вы сможете увидеть на платформе Бусти и Патреон. Давайте еще об одном российском, потом советском писателе. Роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы» 2020 год. И там ведь тоже есть очень интересные вещи. Да, Замятин написал «Мы» в 2020 году. Тогда уже были электромагнитные микрофоны. Но он эту идею развил и масштабировал до всеобщей системы слежения, выяснения настроения толпы. Я могу процитировать из его книги. «Теперь эти мембраны, изящно задекорированные на всех проспектах, записывают для 246 бюро хранителей уличные разговоры». Ну, бюро хранителей мы понимаем, что это спецслужбы, которые выясняют настроение толпы, подслушивая на улице их разговоры. Телекамер тогда не было, а микрофоны уже были. И он просто это дело масштабировал до всеуличного, такого всеобщего подслушивающей системы. Красиво и в наше время достаточно близко к действительности. Что-то мне подсказывает, что господин Зворыкин, изобретатель телевидения и изобретатель еще одного удивительного совершенно устройства, подслушивающего, видимо, читал его роман. Наверное. И не только Зворыкин, по-моему, в те же годы изобретал подслушивающие устройства термен, который создавал электро-музыкальные инструменты, но заодно еще создавал подслушивающие устройства. Так что эта идея, в общем, летала в воздух. Ну, кстати, для наших подписчиков на платформах Бусти и Патреон мы приготовили дополнительные выпуски неземного подкаста. Они уже на платформе, а подписка там — это удобный способ поддержать неземной подкаст. Это неземной подкаст. Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы? Ну, а мы продолжаем. Айзек Азимов — человек, который сформулировал законы робототехники. «Робот не может навредить человеку». А вот самих роботов первым тоже он написал? Нет, слово «робот» появилось гораздо раньше у Карла Чапика, чешского писателя. И «робот» по-чешски означает не просто работа, а принудительный труд, подневольный труд, арабский труд. Ну и вот такой машинный труд, который отдан на, значит, его совершают механические устройства. И он в 1920 году в своей пьесе написал про эти самые универсальные роботы. И слово пошло гулять, и до сих пор все их мы на любом языке называем роботами. Эти самые машины, исполняющие какую-то функцию. Ну, кстати, чешский язык вообще удивительный. Я бы взял оттуда каких-нибудь еще слов типа «летала» или «издала», которые означают «самолет» или «такси». Ну, кстати, может быть, когда будем говорить о Стругацких, еще вернемся к вот этой вот интересной параллели между словами, которые они использовали для фантастических изобретений и тем, чем мы пользуемся сейчас. Но вначале все-таки еще Артур Кларк. Не только писатель, но и изобретатель, ученый, популяризатор науки, кстати, практически. Прекрасный научный фантаст. Да, он англичанин, но вообще-то он две трети жизни. Сэр. Сэр. Удивительно, да, как государство чествует своих выдающихся людей, которые только вот интеллектуальным трудом занимаются. Артур Кларк во время Второй мировой войны работал инженером, молодым электронщиком, как сейчас говорят, системы защиты от самолетов, там радиолокаторы создавал. А потом увлекся литературным трудом и очень хорошо как инженер представлял себе будущее. Например, самая грандиозная его идея, которая сегодня в каждом доме у нас работает, это спутниковое телевидение. Ведь, вообще говоря, телевидение со спутников можно получать просто отслеживая антенны, где на орбите спутник, куда он летит. Но представляете, каких денег стоило бы, если бы каждый человек захотел вот такую подвижную антенну у себя дома поставить, это страшно дорогая вещь. А как работают наши современные антенны? Приходит к нам мастер, на балконе устанавливает тарелку, прикручивает ее и говорит, все, не трогайте, на нее обязательно придет сигнал. Это что значит? Спутник не летает у нас по орбите, висит у нас непрерывно над головой. Висит, хотя летает, потому что Земля крутится, совершая один оборот вокруг своей оси за 24 часа. И если спутник, который транслирует нам сигнал на наш телевизор, тоже по орбите за 24 часа обращается, то он всегда будет висеть над нашим городом, если его там поместили на орбиту. Это идея Артура Кларка. Фантастически. Были какие-то намеки у других, даже у Циолковского был такой намек, но он никогда не говорил о системах связи, трансляции сигналов на любой там приемник на Земле. Артур Кларк был первым, которому просто сказал, что спутники на геостационарной орбите, на расстоянии 36 тысяч километров от Земли, будут двигаться синхронно с Землей. Это прекрасный способ закрепить антенну в любом месте, направить ее на этот спутник и больше ее не трогать. Сразу это становится доступно всем, потому что такая антенна не требует, чтобы за ней ухаживали, чтобы ее крутили. Если бы он эту идею запатентовал, он бы стал миллиардером. Все бы им платили. Он, конечно, ее бросил в публику, и эта идея стала всеобщим достоянием. Но я напомню, Артур Кларк таки стал миллионером. За свои прекрасные произведения научно-художественные он получил большие гонорары и использовал их, поддерживая научные проекты. Он жил на острове Цейлон, у него там дом был прекрасный. Он нырял, кстати, хорошо описывал подводный мир и очень большие деньги отправлял на разные научные проекты. И один из них — поиски внеземных цивилизаций. То есть он вернулся к этой истории радиосигнала из космоса и очень долго поддерживал институт Сети. Вот в Калифорнии работает, где несколько десятков инженеров работают по поиску внеземных цивилизаций. Так что Кларк — высоко литературный и глубоко уважаемый человек в сообществе тех, кто вообще интересуется космосом. Безусловно. Действительно, очень красивый поступок — зарабатывать, с одной стороны, на фантастике и литературе, а, с другой стороны, отдавать просто эти идеи. На реальную науку, да? Да, и отдавать эти идеи человечеству. По сути, да. И не держаться за них. Хотя, как инженер, он действительно мог бы и запатентовать. Мог бы запатентовать, да, конечно, историю. Сегодня наш выпуск для тех, кто любит читать. Если вы что-то не читали из того, что мы сегодня обсуждали, найти эту книгу и многие другие поможет сервис для читающих людей «Строки». В «Строках» большой каталог самые разные литературы. Книги, аудиокниги, подкасты и журналы на любой вкус. «Строки» помогают понять книги глубже при помощи специалистов. Например, книгу братьев Стругацких «Пикник на обочине» сопровождает лекция Дмитрия Быкова. А еще в сервисе есть познавательные подкасты. Например, подкаст «Это сигнал» о том, что науке понятно про непонятное и непонятно про понятное. Или подкаст «Это не трубка» про случаи, когда ученый открыл совсем не то, что собирался изначально. Подписку каждый может подобрать специально для себя. Зависит от того, как много вы хотите читать. Есть три варианта. Для тех, кто читает редко, но хочет всегда иметь под рукой нужную книгу. Кто привык читать часто. Или для тех, кто не представляет и дня без книги. Если читать хочется, но не знаете что, в строках есть тематические подборки книг на любой вкус, в том числе и о космосе. В сервисе комфортный интерфейс современной дизайны есть возможность отслеживать свой прогресс чтения. Если сомневаетесь, попробуйте бесплатно. Скачивайте приложение по ссылке и воспользуйтесь промокодом Неземной. Он даст 30 дней подписки много. Ну, а вот, не знаю, теперь в Великобритании, говорят, уже отказываются в издательствах. Недавно была новость брать фантастические произведения в печать, потому что их формируют нейросети. Вот интересно, что нового могут дать нейросети? Слушай, я когда-то читал стихи, написанные компьютером. Они были ужасными. Но это, правда, было давно, еще 70-е годы. Говорят, сейчас нейросети неплохо пишут стихи, даже какие-то литературные произведения. Но это же всегда компиляция. В них не может быть новых идей. Нейросеть просто собирает то, что уже в интернете существует. То есть может быть сюжет, может быть... Откуда-то сюжет, откуда-то грамматика взята, откуда-то украшения литературные. Но как в нейросети? А как в нашей голове рождаются новые сюжеты? Я не понимаю. Наверное, мы все-таки все еще умнее компьютеров. Хочется в это верить. Еще один писатель, книжками которого лично я в детстве не зачитывался. Я их вообще не помню в Советском Союзе. Может быть, помните вы, Роберт Хайнлайн. Их поздно стали переводить. Очень поздно. Я помню, что я столкнулся с этим уже в 90-е. Причем это был роман «Чужой среди своих». Как только его не переводили. Или «Свой среди чужих». Ну, то есть человек, который был воспитан марсианами, прилетел с Марса и здесь стал таким гуру эзотерическим, который, в общем, пацифистки обучал людей, как надо жить. Кстати, говорят, что это была библия движения хиппи. Но я лично позже с удивлением узнал, что «Звездный десант», по которому снято ни одно художественное произведение в виде кинофильмов, сериалов, это тоже его произведение. Оно абсолютно милитарическое. У меня это до сих пор не укладывается в голове. Но, тем не менее, что дал нам этот писатель? Знаешь, я мало читал хайнлайна, что-то читал, но, честно говоря, в голове не отразилось каких-то ярких сюжетов. Но знаю, что в «Звездном десанте» у него там история о солдатах, тоже милитаристская история, но солдаты были одеты в какой-то механический скелет, который усиливал их движение, помогал им передвигаться, носить тяжести. То есть это фактически экзоскелет, то, что мы сегодня обсуждаем, даже какие-то есть уже рабочие варианты. И в некоторых случаях он, наверное, может использоваться реально. Ну, например, мы серьезно сейчас обсуждаем экзоскелеты для космонавтов, когда они полетят на Марс. Вот вроде бы, а на Марсе-то это зачем? Но хайнлайн предвидел, что космонавт будет очень сильно нагружен всяким оборудованием. Скафандр. На Земле он весит 100 килограмм, а еще какие-то приборы, а в его случае еще и оружие. В общем, посмотрите на современных солдат, они обвешаны всем этим тяжелым оборудованием. Вроде бы на Марсе сила тяжести меньше, чем на Земле, в два с половиной раза. Но скафандр, который весит 100 килограмм, все равно будет обременительным для человека, совершившим длительное путешествие в невесомости с Земли на Марс. Там 8-9 месяцев перелет, мышцы его ослабли от невесомости, радиация его еще поколотила как следует, подорвала его здоровье. Так что экзоскелет, наверное, вещь очень нужная даже на Марсе. А если мы отправим куда-нибудь подальше, на более массивные планеты, то там без него просто не обойтись. Так что Хайнлайн... Вот чего я не знаю, а были ли инженерные проработки экзоскелетов до 59-го года, когда Хайнлайн свою историю «Звездный десант» написал? Может быть, тогда уже инженеры думали об этом, и он просто подхватил эту идею, или он прямо с нуля ее развил? Я этого не знаю. Это надо смотреть в «Технику молодежи тех лет», да, журнал. В «Технику молодежи», да, но и общаться с людьми, которые плотно занимаются вот именно технологическими новинками вооружения. Еще сразу о двух писателях, братья Стругацкие. Вот это культурный код поколения, это то, что мы все знаем, любим с детства. Это люди, чьими фразами буквально общались. Люди по фразам, когда ты их слышал, ты понимал, что да, вот лет 30 лет назад это наш, да, это свой человек. Что о них? У меня до сих пор в голове фраза «Умные им не нужны, им нужны верные». А вот фраза, которую я выписал из «Хищных вещей века». Правда, написана эта история довольно поздно, но фраза интересная. Это было что-то вроде игрушечного автомата с удобной рифленой рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин. «Что это за штука?» – спросил я. «Ляпник», – сказал он угрюмо. «Дайте сюда». Я отдал ему игрушку. «Ляпник», – сказал я, которому, значит, ляпают. А если бы вы в меня попали, надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять. То есть история точно про пейнтбол, да, про эти автоматы, которые шариками ляпают, краску оставляют, от нее трудно отмыться. Когда их придумали, не знаю, но стругацкие вот эту идею предложили нам в «Хищных вещах века». Ну, у меня в детстве был такой, знаете, игрушечный пневматический автомат с шариком. Но они не оставляли как-то. Мы пробовали это сделать. Да, если прокрутить в нем побольше дырочку и наполнить ее какой-нибудь вот краской, как будто это было. Ну, уж скорострельность у него была и дальнобойность совсем не такая, как у нынешних пейнтбольных ружей. Те бьют прям снайперские метров на 50, а то и выше. А что еще? Очки дополненной реальности. Ну, вот тут я сомневаюсь, что можно стругацким приписать именно очки дополненной реальности. Мы же знаем, что это некий оптический прибор, который, с одной стороны, показывает нам окружающий пейзаж, конечно, вписывает в него какие-то новые элементы, сгенерированные компьютером, дополняет то, что мы видим, какими-то новыми элементами. А вот у стругацких есть такая история, там же, в хищных вещах века, там изобретение под названием слег. Его надо было вставить в радиоприемник, а затем лечь в ванну, чтобы попасть в иллюзорное бытие. Ну, насколько это соответствует зрительным иллюзиям, тут у стругацких не сказано. Может быть, это что-то вроде электромагнитного наркотика какого-то, да, или внутри головы там что-то. Почему надо в ванну лечь для расслабления? В общем, это слабая связь с тем, что мы сегодня называем очками дополненной реальности. Я бы не стал стругацким приписывать это изобретение. И вообще они мало технических идей. Они больше думали о людях будущего и о людях современности. Для них не очень приятной современности советского общества, перенося это в какие-то фантастические дали на другие планеты и так далее. У них больше о людях, чем о технике. Ну, вот это, кстати, то, что тоже вряд ли сможет написать когда-либо нейросеть. То есть, во-первых, осмыслить и понять, как могут в будущем применяться какие-то вещи, о которых мы лет 20-30 назад даже не слышали и не знали. Но, во-вторых, как общество будет на это реагировать? Никогда не говори никогда. Наверняка нейросеть и этому научится. И заткнет за пояс наши человеческие фантазии. Ну, будем смотреть. Но, тем не менее, Стругацкий как раз многим помогли найти то, что Иммануил Кант называл, наверное, нравственным законом внутри нас. Вот именно эту историю. Сформировать свою мораль. Да, но мы сегодня о зримых, тем не менее, вещах, которые они описывали. Вот «Жук в муравейнике». Вот там, я помню, все уже прям буквально были, ну, как я это себе представлял, чуть ли не с планшетами, с телевизорами в руках. Я тогда не мог себе представить, что телевизор был плоский, мог бы быть плоский. Это случилось лет на 15-20 позже, но... А знаешь ли ты, когда написан «Жук в муравейнике»? Вот это самое интересное. Вот, 1979 год. Дело в том, что к 79 году уже идея цветных экранов, жидкокристаллических, она уже появилась. Вообще-то появилась... Жидкие кристаллы давно, еще в 19 веке нашли. Потом стали придумывать технологии, которые на основе жидких кристаллов и разных электромагнитных импульсов формировали бы изображения. Много разных технологий, но я сегодня посмотрел, где-то к 75 году уже черно-белые появились, жидкокристаллические экраны, и тогда первые калькуляторы с жидкими экранами появились. Черно-белые телевизоры в Японии на жидкокристаллических экранах. Но у стругацких-то, по-моему, цветные. А нет, у них не сказано, какие. Вот просто на столе можно было... Некие. Некие, да. Компактные устройства, которые поддерживают видеосвязь. Там написано, что их можно было положить на колени. А вот знаешь ли ты, как называется компьютер, который можно положить на колени? Ты сейчас сказал, наверное, ноутбук. Ноутбук, ноутбук. Нет, нет, нет. В ту эпоху мы называли их лэп-топ. А лэп-топ? Лэп-топ. У меня первый компактный компьютер, так весом килограмм 8, правда, был. Лэп-топ. Он довольно толстый был, но все-таки на коленях его можно было держать. У него был черно-белый экран, как раз жидкокристаллический. Ну, честно говоря, вот лэп-топы черно-белые я не застал. У меня были компьютеры электрон черно-белые, на которых мы уже там работали, писали какие-то первые программы, но это уже были такие глубокие 80-е годы. Они долго еще оставались черно-белыми. Ну, безусловно. Зелеными, помнишь ли? Черно-зелеными. Да, но у нас уже были тогда и цветные агаты, я помню, эти первые удивительные машины. И одновременно с этим тогда все-таки у меня, это было еще детство, был Кир Балучев, которого печатали в «Пионерской правде». Я, кстати, читал потом, что он на работе скрывал свою литературную деятельность, очень боялся, что его сочтут каким-то несерьезным, а ведь он был ученым. Это называется эффект Карла Сагана. Саган тоже, как хороший оптический астроном и астробиолог, страдал от того, что он еще и просветителем был, и популяризатором, как сейчас говорят науки, и писателем, научно-фантастическим он писал, и научно-популярные вещи. И на него косо смотрели, мол, не настоящий ты ученый. Вот это эффект Сагана. Кир Балучев побаивался этого эффекта, поэтому под псевдонимом писал свои литературные произведения. И вот в одном из его произведений «Сто лет тому вперед» сказано, читаем. «Почитаем газетку», — сказал старик. Коля искоса поглядывал на старика, который нажал какую-то кнопку сбоку портсигара. Портсигар превратился в разноцветный экран, и по нему побежали различные кадры. Ну, мало кто помнит, что такое портсигар. Разноцветный, да. Портсигар — это коробочка для сигарет, вот такая маленькая, как нынешние. Телефон разноцветный. Именно у Кира Балучева разноцветный экран. Смотрим. Когда написано «Сто лет тому вперед»? Где-то в середине 80-х. А когда появился первый цветной жидкокристаллический дисплей? Японцы сделали телевизор на нем. 1987 год. Похоже, что Балучев опередил, по крайней мере, коммерческое использование цветных жидких кристаллов. Он сфантазировал это дело раньше, чем японцы сделали свой телевизор. Удивительно. Ну, а вот в современных фантастических книгах попадались вам какие-то изобретения, которые в будущем, как вы думаете, могут стать реальностью? Самое грандиозное, что я помню, это Лю Ци Синь, китайский современный фантаст. Он написал о том, как весь земной шар можно превратить в космический корабль. Это в задаче трех тел? Нет. После задачи трех тел, как называется, Земля. Я не помню точно его название. Это новая вещь, недавно опубликованная на русском, переведена. Там история, в общем, такая понятная. Солнце собирается взорваться, надо как-то передвинуть Землю. И вот он очень подробно описал, какие грандиозные реактивные двигатели строят размером с Эверест, строят на Земле, чтобы весь земной шар превратить в космический корабль и увезти от Солнца от греха подальше, когда оно взорвется. Будет ли это когда-нибудь осуществлено? Это страшная, конечно, идея, передвинуть целую планету. Но, по крайней мере, это новая идея. Ну, когда-то человечеству, очевидно, это потребуется, скажем, через 5 миллиардов лет, когда Солнце начнет свою эволюцию, расширение. Надо ли Землю передвигать, или можно просто переселиться на другую планету и так по-тихому с Земли удалиться? Как вариант. Но если оно дотянется и до Марса, и вот тогда уже современным фантастам, наверное, нужно думать о том, как человечество будет применять те же самые варп-двигатели. Ведь это же опять то, о чем мы не могли даже подозревать и знать, что вот эти вот сверхсветовые, со скоростью сверхсветовые перелеты, ну, действительно, в общем, оказывается и не противоречит даже теории Эйнштейна. То есть можно, оказывается, поместить пространство, взять, вернее, взять кусок пространства, поместить в него маленький корабль, да и отправить это пространство, и ничего-то не нарушить. Мне кажется, это фантастика-фантастика, но кто знает, всегда фантастика идет впереди, и надо ей доверять. У фантастов хорошая фантазия. А если они научные фантастики, значит, она еще и научная фантазия. Будем читать. Ну и до встречи на следующей неделе. Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.